Уже не ходишь с одной тысячи, а уже полторы тысячи надо. Или две тысячи, смотря какие продукты берёшь. Больше чем наполовину они подорожали, и больше чем наполовину он уменьшился. Бюджет. Если раньше у меня выходило на продукты 8, то и сейчас выходит 14. Овощную дефляцию эксперты прогнозируют к концу лета. Сейчас мы наблюдаем снижение темпов повышения цен на овощи. Связываем это с понижением цен, в том числе на горючий смазочный материал. А что касается возможностей эмальцев хоть как-то сэкономить на продуктах, то здесь свои прогнозы. Ничего особенного в вашем регионе произойти не должно. Если есть большой холодильник и большие опасения, можно его затарить. Если нет, то не обязательно. Что делать с большим холодильником для себя решить должен каждый. К сведению цены на бытовую технику уже попал в ли вниз. Чтобы разобраться с их продуктовой динамикой, мы озадачились покупкой борщевого набора. И не только из-за собственных гастрономических предпочтений. Это вполне научный термин, которым пользуется Росстат для оценки покупательской способности. Рецепт борща у каждой хозяйки свой. Варят его и с фасолью, и даже с вишней. Но набор Росстата куда прозаичнее. Капуста, лук, картофель, свекла и морковь. Берем всего по килограмму. Стоимость такого пакета овощей зависит от сезона и в большей степени сказывается на малоимущих. Так как борщевой набор составляет длинную долю их ежедневного рациона. Исходя из данных мониторинга окружного департамента экономики, средняя стоимость борщевого набора в регионе сейчас 397 рублей 33 копейки. С нынешнего января он подорожал на 142 рубля. Но какой же борщ без мяса? И я решила сварить свой фирменный. Ингредиенты рассчитаны на семью из четырех человек. Полкило говядины, 400 граммов картофеля, 250 капусты, 300 свеклы и по 100 и 150 граммов моркови и лука соответственно. Напомню, в январе кастрюля такого борща для ямальцев в среднем обходилась в 298 рублей. Но сейчас она стоит на четверть дороже – 374 рубля. Больше всего выросли в цене свекла и капуста. За ними следует лук, морковь и картофель. Замыкает список говядина с показателем плюс 17% с небольшим. Стоит отметить, показатель борщевого набора частенько подвергается критике со стороны экспертов. Я считаю, что потребитель должен анализировать именно набор тех социальных товаров, которые входят в его корзину в своем регионе. А вот цена борщевого набора, в котором выросла, допустим, цена свеклы, которую потребитель покупает раз в два месяца – это от лукавого все. И все же борщевой набор обсуждается порой на совещаниях, вплоть до президентских. Его стоимость в нынешнем году пока не обсуждалась на высшем уровне. А вот в прошлом, в 2021-м, за рост цен на морковь и снижение посевных площадей свеклы, министрам пришлось отчитываться перед президентом лично. Светлана Лач, Тимур Абдрашитов, Роман Демьяна. Время и мало.